Кстати, у нас есть общий чат, где мы там с ребятами переписываемся, кто катает. Ребята меня оттуда пишут, фоткают, что они в Сочи присылают, что они там уже вовсю тренируют, а мы до сих пор здесь, очень обидненько. Ну, это там опять же та группировка, Бусмотрс, Трайлхед и Стилов Дейли. Вот эта группировка, группировка злодеев, ну, они там уже катают, даже никому ничего не сказали, уехали. Не знаю, почему, что за, что за, почему не сказать, что за, блин. Ну, ничего, сейчас приедем, отшлепаем, ждите пару. Помимо того, что шурцы должны собрать тачку, еще есть ребята из One Stickers, которые, как всегда, им попадаются участь собрать тачку, обклеить тачку в последний день. Последний день, это завтра. Им опять придется просто в последние секунды клеить всю тачку в последний день. На попыхах, не спать. Короче, не знаю, эти ребята уже скоро не будут меня пускать к себе из-за таких поступков. Потому что я их постоянно подставляю в последние сроки. Мне кажется, я могу вообще молчать и ничего не говорить. Но тоже неплохо. Замеры идут. Ну, как вы, друзья? Ну так, цвет только выбрал заказчик на грунт похожий. В темне ничего не было, что ли? Я даже не знаю, что сказать на камеру. Господа, голосуем в комментарии. Хорош цвет или плохой? Ну, слушай, на самом деле, прям, если честно, если честно, он очень похож на мой цвет на машине. Очень похож. Ну вот это, пацаны, вот это, конечно, вот это непростительно. Так потому что это еще не докрашено. А, это не докрашено. Ребята, не докрашено. Но, ребят, честно, честно, очень круто. А вы потолок уже красили? Ну, на столбик на раздрожный, да? Догмально, да, что ли, не на столбик? Ну, вот так вот получилось покрасить у ребят салон, но это тоже круто, круто. На самом деле, если честно, ничем не отличается, как Уилкин. Мне только надо делать тем самым, чтобы лаком дунуть. Что, реально? Нет. Лаком надо дунуть? Не надо. Он сказал, что два баллона лака хватит. Он сказал, что три баллона этого хватит. Нет, нет, нет. Я, когда покупал в магазине, он сказал, что, слушай, возьми лак, будет очень круто смотреться под лаком. Я говорю, типа, да нафиг надо, еще шесть баллонов. Он говорит, да нет, два баллона тебе хватит. Блин, пацаны, снизу не прокрашено вообще. Да они не прокрашивали ничего там. Я понял, хорошо, не здесь, пожалуйста. Это во-первых, во-вторых, как дела? Много осталось, парни? Много? Много осталось или так по ерунде? Мы так и сцепу не проверили, да? Все в порядке? Если у кого-то есть 300, скиньте нам, пожалуйста, на карту. Братан, я сказал, что сейчас скинут нам на карту по 300 рублей за шутки. Так что со сцепой, братан? Что со сцепой? Ребята пишут в Сачах, типа, где-то мы катаемся, все круто, тренируется, а мы... Варим тут чуть-чуть, немножко. Покажи швы, покажи. Да не, ну это секретные швы. Да? Но зато мы на четких швах подъедем, братан. Швах. Позже, но четких швах. Швах, швах, швух, швих. Швах из шу, шурц, кастомс, швах, пух, тух, нах. Так, скажите, пожалуйста, ребят, еще какие новшества за сегодня? Вы за сегодня только каркас покрасили, да? Да, это тяжело? Я не знаю, я заговорю, мы вообще, мы охерели. Тяжело, да? Надо было тех ребят оставить, чтобы они красили. Ну, как раз, все равно, типа, вот у нас работе остановилось. Ну, тогда просто поехали домой. Да? И отходу, да. Мы же здесь, мы вот часа полтора ждали, пока здесь хотя бы... Ну, ты же под тачкой занимаешься сейчас. А, ты, Миша, дышать или нечего? Мне просто жесть. Я респиратор снимаю, и все, мне башка падает. А вы дверь открывали? Да. Прикольно. А карты дверные, вы, что мы делали с картами? Любой. О, тот же парень сказал, этот, Максим же сказал, ПВХ какой-то. Помнишь? Мне, говоришь, зайдите в Макси-дом купи. Перезвонишь, говоришь, нет, в Макси-доме нет. Я заехал в Касторану, там ничего пластикового, листового нет. Ну, все, я приехал. Да, я грустная вещь. Ребят, настолько командная работа, что... Вот, командная работа. Очень командная, очень круто. Это, это идеалистика крутых швов. Когда у тебя не две руки работают над швами, а все четыре. Да, круто, круто, круто. Еще подставка локтей. Ну, выхлоп получился очень красивым. На штучке, которая... Вот здесь, смотрите, как он ровно прям встал под центром, реально. Я у меня встал. Ты, пожалуйста, можешь... Можно, можно? Нет, можно они не висинут на ней? Зайти, можно мне? Да не надо, как на Дашу, блядь. Заходи, заходи. Какой ты конченый в натуре, блядь. Тихо, тихо, зай. А у меня мама уехала. У, видишь, помечено рыжим, понял? Да, хорошо рыжий. Отойдет, Марин. Придется остаться. Прям мне нравится, нравится, нравится. Да, прикольно. И как раз мне нравится. Цвет получился хороший. Здравствуйте, я включил камеру. Тут ребята тоже в ночь пашут, просто без остановки. Ставьте, похуй, я же. И все на всех. И все без опасности, ладно. Это все просто в огне, вовсю пашут. Слушай, а что за клёчки у вас здесь? Слушай, а что за клёчки у вас сверху? Дрянь, вот. А ты чтоб не поцарапать. А? Ты ее этот, другим, когда увидел на ногах, браспорта, что пацаны закрыли. У нее бездес. Эй, конченый, ты можешь потише сделать? Он с вами? Все это человек. Сделайте еще, нормально у тебя будет. Здесь у них сзади стоит бак спортивный. Радиатор перенесен назад, но я не переносил пока. Ну, это потому что это еще одна проблема. Ну, пока что не встали. А это у нас башбар, да? Хромированная? Просто 2.28. Ребята до сих пор делают тачку. Ну что, всем саламалечусь, друзья. Сегодня уже 20 января. Последний день сбора автомобиля. На самом деле, ребята каждый день просто собирают машину. И каждый день почему-то задач не становится меньше. Я не знаю почему. Или еще что-то добавляется. Короче, еще нужно делать, делать, делать. Вроде как бы по мелочи, но эти мелочи забирают очень много внимания и времени. Поэтому мы надеемся, что сегодня уже добьем все. Соберем и отправим машину в Сочи. Илгим поедет на автовозе, точнее на прицепе. Возьмет на прицеп две тачки и поедет. А мы на самолете доедем, уже встретимся там с ребятами. Ну, еще в Сочи пошел дождь. Такой неприятный момент. Но, но, как бы снег это наша тема. Да? Это наша тема. Снег это наша тема. И мы как бы нормально как бы построили вот ситуацию. Грубо говоря, как будто и не выезжали. Ну, вопрос в том, что я давно не сидел за рулем. Как бы не катался, не дрифтил. Поэтому будет немножко сложновато. Но, я думаю, вопрос пару заездиков, да? Мышечная память и все дела. Ну, это к этому не касается, не относится, но все же. Так. Анатолий, все здесь, ребята здесь. Вчера до трех часов ночи мы, наверное, собирали. Кирилл тоже здесь. Обещал, проехал, молодец. Кирилл сказал, что, пацаны, я все дни не смог ничего сделать. Могу в последнюю, можно? Ну, приезжай в последнюю, хорошо. И тут Антоха сделал вот такие на маслоперенос шланчики. Гидра что-то там. Вот так они выглядят. Тут с таким зажимом. Это надежно, да? Наверное. Хорошо. Вот такой сделали маслоперенос, перенесли его сюда. Потому что каждый раз, чтобы поменять масло, ребята с Бус Моторс мучились. И они снимали мотор. И мы вот теперь сделали вот такую штуку, чтобы никто теперь не мучился. И все были счастливы. Так, что там, братан? Что-нибудь по задней части есть новое? Чего? Понял, там какие-то гоночные технологии. Кто ходил разрешить по нашей территории вообще? Офигели, ходят, тут все пропадает потом, ищешь. Сейчас мы позвоним, и укину все расскажем. Кто там? Серега. Серега кардшеринг можно просто. Все, вот так. Серега кардшеринг. Так, что там? Как дела, Серега? Все поставил? А вы помните, там что-то не работало? Все будет работать сейчас? А ну, тормоза задние, походу, не работало. Работает? Ну ладно. Этот, теперь работает. Да работает, работает, все нормально. Если что-то там не будет работать, я вам позвоню. Не, пацаны, вы ничего не скажете, потому что говорить буду я. Ага, это черный список, да, все, я понял. Ладно, хорошо. Так, тут Кирилл намутил нам проводку всякую, смутит, пока еще непонятно что. Кстати, форт уже готов. В путь. Ребята тут собирают во все. Валеку салам. Передаю все. Всем. Этот, все, ребята тут закидывают, загружают все. Парни, без их рук дело не дело. Молодцы. Сейчас все закинут, все соберут. И как бы можно выдвигаться. Мне как бы только что, если честно, позвонил Илкин. И говорит. Сочи дрифт челлендж отменили. Я что-то не понял. Так, ребята, меня как всегда выручили газелькой. Газель на месте, наша газелька. Эх, машина. Мы поехали, забрали колеса. Сейчас везем обратно, походу сейчас купим покушать. Потому что, ребята, я тоже не могу хочу кушать. Ну и... Да, собираем тачку сейчас. Пусти. Мы уже очень устали, никто ничего не понимает. Делаем вставки. Парит или плакбизон? Вообще ничего не понятно. Сюда одному Кириллу все понятно. Вот тут он сделал проводку вот так аккуратненько. А тут, кстати, новую. Что, как обстановка, Кирилл? Осталовка по кайфу. Брайк. Ты вообще что-нибудь подключал еще или... Я вот EDAX сейчас подключаю. Нет, ну мне как бы... Мне надо подключить топ, ну, бак, EDAX, плюс. Ну и датчики откалибровать надо будет. Я понял. Слушай, а что там опять все грязно? А что это такое желтое? Это грязно. Мы тебе посмотрели. То есть без калибровки это никак? Ну, я не знаю. Может, там есть какие-то предустановки? Я с ними не сталкивался ни разу. Мне кажется, что надо будет. Ну, тут у него работы немало, я тебе скажу. Я думал, он типа чисто вкинет проводку и все заработает. Так, он уверенно к часу пришел бы, иначе он здесь часок полтора и все готово будет. Да? Так и было? Часок полтора думал? Я сказал, что мне поставить косу час. Но я быстрее сделаю. Я поставлю, но быстрее. Так. Это что, с EDAX? Ты не ожидал, короче, с EDAX? Ребята, а вы знаете, что нужно убрать вот эту вот рулевую штуку, нет? Вот же все другое. А. Ну, смотри, куда бы ключ сюда вставить? Блин, нифига так красиво. Молодцы. Не, ну ты красава. Ты краса. Братан, 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 братан. А ты одел эту штучку? Да? Пимпочку. А, пипец, тут дырки вообще жесткие. Вообще ничего не попадает с зазора. Я очень жалею, что я снял родные прекрасные двери и тупо продал их. Тогда у меня тут вот такой вот. Вот такой вот. Моряк. Немножечко. Почему неудобно? Надо просто отсоединить эту штуку и все. Братан, ну ты почти по зазорам попал. Покажи, покажи, покажи. Ну ты прямо. Ну чуть-чуть правее бы его можно было. И так, в принципе, гоночно. А мне кажется, это вообще дурацкая была идея продать крышку и двери. Дверь, я согласен. Крышка нормальная. Ну нет, крышка симпатичная, правда. Вот так пока что это все выглядит. Вроде как. Ну так, ну так нормальный, я бы сказал. Так неплохо, очень даже мило. Прикольно. Ну резинки не хватает. А зеркала вы не хотите поставить? Или не? Не поставлю. Дима тоже негодует. Говорит, вы когда выезжаете? Я говорю, сегодня. Сегодня 20-е. А он говорит, вы говорите счастливы? Тогда, говорит, настроитесь там сразу же. Потому что вот мы в таком состоянии сейчас. Вот тут осталось чуть-чуть. Кулек классный, да? Кулек. Да. Я уговаривал. Ты пилот, да? Ты пилот, у тебя камера есть, я понял. Прости, пожалуйста. Нет, я могу помочь. Но надо помочь. Сейчас я пойду переодеться, Антону помогает. Дверь запилить. Запилить дверь. Я уговаривал Максима сделать наискосок. Почему-то мне кажется, так было бы красивее. Не красивее, а более красивее. Более красивее. Да, окей. Данкрат. А как? Данкрат. 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 Всех вас просто. Эй, ты что такое показываешь? И этот, но Максим говорит так, говорит, красивее. Что тут, ребята, уже карты поставили. Вот эта штука размыкания массы. И как она работает вообще? Я еще не особо первый раз вижу, как это все работает, если честно. Сережа. Сережа. Ты здесь? Антон, Сережа здесь. Антон, Сережа здесь. Офигеть. Офигеть. О, все, размыкание массы готово. Кирилл говорил на час работы, Кирилл застрял. Кирилл, прости, пожалуйста. Нет, я просто поеду за ними, наверное, сегодня. А, как раз, смотри, ты как поедешь за... Самокатом? Да, мы, Серега, как раз проголодаемся. Так, карты дверей, зачеркиваю, Сережа, нет? Сережа, карты дверей зачеркиваем? Ты второй вырезал? Смотри, Сережа. Ты вторую вырезал? Карту? Вырезал, конечно. А, карту дверей зачеркиваем. Там надо просто по электрику, по электрику вложить. Торпедсию нет, торпеды нет пока. Заднюю подвеску мы собрали. Масло залили. Я не все залирусь. Залили. Забирайте, Брюс. Профессиональный масло. Сережа, ты, кажется, да. Электрику вот так сделаю. Электрика должна... Ребята уже накидывают масло. Ну, как бы уже двери на месте почти. О! О-о-о-о! Ай, бегать! А вы что там сделали? И даже... На самом деле я все это задумал, чтобы на и даже просто... На и даже поехать. Этот, покажите, как вы там смастерили, пожалуйста. Ну что, итоги сегодняшнего дня. Лобового до сих пор нет. Я думаю, так до утра и откроются ребята. Уже с салона можно будет позвать Сейчас будем пробовать завести на новые проводы Братишка сделай что-нибудь Ты целый день колдуешь Братишка сделай что-нибудь Э, исполните, исполняй что-нибудь Сделай вещи Повелите хэппи-эндов С хэппи-энд? Не хотите хэппи-энд? Есть хэппи-энд Мы сегодня хотим хэппи-энд с этой парашей Не надо оскорблять мой автомобиль Братан, не головный экран не царапай, пожалуйста Я тебя очень прошу Мне кажется есть Чудо видно не будет ничего А кум заряжение есть сегодня полностью Полностью поём Да Ты уже залёп ххххххх Оо ооо пошёл пошёл шумом Едаш Не дам поехали Даш не даш Сейчас подождите да Давайте посмотрим там Подождите, заводы вентиляторы Все дела Звук бомба. Чувствуется? Рыжий, твоя бывшая завелась. Я ездил быстро, блядь. Ковляк тоже нормальный. Чего? Все по нулям, братан. Проблема с сетью только с напряжением, а все остальное благовольно. Кстати, ща покажу крутую штуку с Едашем. Есть такая штука, называется... Вот так вот. Там по нулям! Нет ничего? Да нет, надо настраивать его. Нет связи у тебя вообще. Нет связи. Короче, можно настраивать все с телефона, все что нужно выводить сюда. Сейчас поразвлекаемся, ты снимешь спокойно. Хорошо. Бля, ну звук бомба. Нет, ну ты не рад? Там просто труба прямая. Очень круто же. Наверное. А что ты делаешь? О-о-о! Показывать нагрузку сети. Нагрузка? Нормально, за 60 рублей вольтметр попил. Ура! 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 Не, ну круто! Оказалось, что просто едаш, просто едаш, который не настроить, не поставить, короче, под него все надо покупать, датчики какие-то, короче, это потому, что ты приехал в последний день, если бы ты приехал бы на день раньше, кстати, можно было бы что-нибудь придумать. Короче, вот такая фигня, там просто все спят, Илкин спит в Корче прям, Имкиан спит в Ауди, нет, ты с Женей, они работают. Врем, ты говоришь, сколько? Сейчас, 8 утра, кстати, сейчас лобовое заодно поставим, сейчас этот, сейчас я покажу, кстати, Дима настраивает, Илкин отдыхает. Илкин готовится к дороге. Пробуем спить. В принципе, ты можешь выставить потом на продажу и написать в салоне не курили, потому что лобового нет. О, пошел. Сейчас Илкин поставится, братан. Сыщ, блин, козел. Вставай, блин, пойдем работать, блин, мы должны успеть, блин, дружище. Что-то, так же, плохо, а Сережа говорит, я еще хочу, блин, дайте мне, дайте, блин, тупые, блин, нам еще работы, блин. Братан, все, я готов не ехать, останавливаем эту всю движуху. Х-5, Х-5, Серега сейчас пойдет собирать. Х-5, Х-5, да, говорят, следующий, окей. Сережа говорит, как это нефиг делать, расплюнуть. Ты можешь не втягивай его, не делать? Почему? Ну, потому. Не надо? Тебе капилляр лопнул, ты заковырялся там. Ну ладно, ты не заковырялся. Да я, козяв, что, вновь, я просто повышается давление крови, вот как цепа, как. Не, ну, а так, на самом деле, почти, на самом деле, ты оставался в зиму чуть-чуть, ничто не предвещало беды. Ну, и вот, все готово, все стоит, и все. Ну, что? Кто молодцы? Часы не работают, они молодцы. Они молодцы, мы все молодцы. Сейчас уже 12-й час, мы не спали сутки. Ну, все, дособрали. Ну, наздрение, это ничего страшного. Сейчас занимаемся уборкой. Все это уберем. Ну, и все. Выходи, выходи, выходи! Теперь лобовой на месте. Блин, на самом деле, я очень рад. Спасибо вам, ребята, что вы есть. Что просто сутки... Ты на меня сейчас смотришь? Просто не видно ничего. Ага, запись, пошел. Мас, включи, братишка. Включи. Мишенька. Мишенька. Алло. Мишенька. 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 Субтитры сделал DimaTorzok